В Якутске зажглась елка главы республики. В бриллиантовом цирке более 700 детей со всех уголков Якутии увидели яркое представление и зарядились праздничным настроением. Подробнее об этом Саргылана Федорова. Стать участником новогодней елки главы Якутии мечтает каждый школьник. В этом году высокой чести побывать на главной елке республики удостоились лучшие спортсмены, отличники учебы, победители всероссийских и республиканских конкурсов и олимпиад. Сказочное новогоднее представление началось с циркового спектакля «Подарок Деда Мороза». Предновогодние дни оставили незабываемые впечатления у лучших школьников Якутии. В течение четырех дней ребята посетили достопримечательные места столицы, встретились с министром спорта Георгием Балакшиным. За все это время участников сопровождали кураторы из вожатского отряда «Душа Севера». Четвертый год так работаю куратором. Каждый год очень ярко и весело все проходит. В моей группе три улуса Аллаеха, Верхнеколымский и Среднеколымский. Во время торжества 16 школьникам лауреатам премии президента вручили дипломы России по поддержке талантливой молодежи. У нас в школе есть клуб, военно-патриотический клуб «Хогун». Мы активно участвуем на улусных, заречных соревнованиях, занимаем почетные места. Этой весной мы ездили на экспедицию молодежи Якутии в промышленность 15. Я планирую поступить на геолого-разведочный факультет. Для всех участников торжества уходящий год выдался напряженным, но результативным. Алена Михеева из Нерюнгри билет на главную йогку республики получила за отличную учебу и спортивные достижения. Из нашего района 33 человека. Среди них команда, которая заняла первое место, по-моему, на президентской эстафете. Отличники, спортсмены, активисты. Мне безумно нравится, море впечатлений, море эмоций, множество знакомых. И это все очень красиво, очень организовано и все прям очень нравится. Ёлка главы республики подарила школьникам неповторимое ощущение новогодней сказки. Ребята получили стимул для дальнейшего развития и новых высот.